Никто не помогает, но все гавкают. Люди гавкают. У тебя больше, чем мои собаки гавкают. Только видят хозяику, радуются, как дети. Пенсионерка Татьяна Чигодаева уже пять лет дает кровь собакам. За свой счет кормит, стерилизует, оборудует будки и вольеры. Сердобольная женщина хоть и любит животных, но такому количеству уже сама не рада. Горожане подбрасывают хвостатых, причем регулярно. Подъезжаю, бла-бла, пакетик. Сколько там собак? Один собачек. Вон оттуда по несколько собак бегают. Понимаете? Оттуда несколько собак бегают. Ну что ж, я виновата в этом. У меня есть внуки, племянники, правнуки. Понимаете? Я не хочу на себя брать ответственность. Десятки собак Татьяны мешают соседям. Запах испорченных продуктов и бесконечный лай вынудил людей обратиться в прокуратуру. Летом вообще антисанитарные условия, хранение, ну, пищи для собак нет. Все хранится на улице, и все гниет, мухи. Прокуратура провела проверку, нашла нарушения. Нет защитной зоны и двухметрового забора. Ведомство направило иск в суд с требованием запретить деятельность незаконного приюта и расселить животных. Первое судебное заседание уже в понедельник. А вывозить куда? Есть какие-то варианты? Да, сказали, вывозите на улицу. Туда выпущу их и все. Пусть бегают потом от них. Но я-то не хочу людей подставлять. Татьяна уверена, что проиграет суд, и ей придется увозить животных. Как пришлось владелице частного приюта из соседней власихи Анни Терентьевой. С ней тоже судили соседи. Куда я их отдам? Кому? Были бы желающие, я бы с удовольствием. Но не берут люди собак. Ну, наверное, жизнь такая у нас собачья. Желающих нашлось немного. Некоторых собак забрали. Других распределили по приютам, в том числе к Татьяне Чагадаевой. Помочь в подобных ситуациях хотя бы частично может строительство официальных частных приютов, говорят зоозащитники. Часть средств любителей животных предлагают взять у муниципалитетов, у которых остаются деньги с отлова бродячих животных. Зоозащитники рассчитывают и на финансовую поддержку предпринимателей. Но даже со строительством новых приютов добавляют эксперты, проблема безнадзорных животных не сойдет на нет. Ведь по закону собаку после стерилизации и других важных манипуляций вновь отпускают на улицу. А в Сибири зимой собаки будут мерзнуть, голодать, а значит проявлять агрессию. От таких правил будут страдать и люди, и собаки. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.